Уважаемые коллеги, уважаемый Алан Г. Шашинович, прежде всего хотел бы сказать, что я поддерживаю предложение Нусам Биржича по поводу обращения глав государств, глав делегаций сегодня к Узбекистану, к узбекскому народу в связи с кончиной президента Узбекистана Исламом Анатольевича Каримова. Это действительно человек очень достойный, принимавший активное участие в деятельности, в создании, в деятельности СНГ. Полностью поддерживает. Давайте это сделаем, если нет никаких других соображений по этому вопросу. Вряд ли они могут быть. Спасибо. Россия поддерживает подготовленный по инициативе киргизского председательства проект заявлений в связи с 25-летием СНГ. Считаем, что документ получился сбалансированным и содержательным. Главное, в нём дана объективная оценка исторической роли Содружества. Сейчас вот коллеги об этом говорили тоже. СНГ в период масштабных геополитических перемен сыграл свою роль, сыграл положительную роль после распада Советского Союза. Это помогло нашим народам сохранить тесные дружеские связи. Несмотря на известные проблемы, которые нам всем хорошо известны, всё-таки положительная роль СНГ очевидна. Это способствовало развитию добрососедских отношений между новыми суверенными государствами на принципах доверия, равноправия, учёта интересов друг друга. Повторяю, несмотря на сбои даже и трагического характера, тем не менее, роль СНГ в этом очень велика. Не менее важно, что в проекте юбилейного заявления выражено наше общее стремление к дальнейшему укреплению Содружества, реализации его интеграционного потенциала, углублению многопланового партнёрства между всеми странами-участницами. Убеждён, принятие такого ориентированного в будущее заявления придаст дополнительный политический импульс, проводимый в рамках СНГ, работе по расширению торгового, инвестиционного сотрудничества, стимулирует взаимодействие в области культуры, образования, науки, спорта. С той же высокой оценки заслуживает и проект решения об адаптации Содружества к современным реалиям. Я сейчас не буду повторяться, здесь коллеги об этом много говорили, и я в целом солидарен с тем, что было сказано. Считаем правильным предложение максимально разгрузить повестку саммитов лидеров и делировать больше полномочий Совету министров иностранных дел, экономическому Совету СНГ и их профильным комиссиям. Полагаем, что особое внимание необходимо уделить повышению эффективности деятельности отраслевых органов СНГ, которые должны прежде всего сосредоточиться на разработке и продвижении многосторонних проектов сотрудничества, способных принести реальную практическую отдачу всем участникам Содружества в экономике, социальной сфере и гуманитарной области. При этом дублирующие структуры, конечно, нужно упразднять, сокращать их в общую численность, улучшать, как здесь было тоже сказано, бюджетную дисциплину, осуществлять более взвешенную кадровую политику, включая внедрение системы найма сотрудников на конкурсной основе. Реализация решения по адаптации потребует серьёзных совместных усилий, и слаженная работа всех руководящих структур, прежде всего, исполкома Содружества. И в этой связи, конечно, хотел бы обратить внимание на то, что нам здесь нужны опытные специалисты, профессионалы, хорошо знакомые со всеми особенностями функционирования Содружества. Совершенствование СНГ станет одним из приоритетов деятельности России в качестве председателя Содружества в следующем, в 2017 году. И хотел бы напомнить о нашем предложении провести очередное заседание Совета глав государства 11 октября 2017 года в Москве. И в завершение хотел бы поздравить нашего хозяина сегодняшнего, президента Кыргызстана, с проведением очень интересных соревнований. У нас в средствах массовой информации активно это освещалось. Честно говоря, даже не ожидал, что будет так интересно. Это игра кочевника. Главное, там нет политизации. Вада, мада, смотрите, допинг так, кто хлебал-то. Да, это правда. Мы об этом с вами неформально еще поговорим. Меня больше всего удивляет с последними этими хакерскими открытиями. Мы не разделяем то, что делают хакеры, но то, что они сделали, не может не быть интересным для международной общественности, прежде всего спортивной общественности. Потому что возникает очень много вопросов. Вроде как бы здоровые спортсмены легально принимают медикаменты, запрещенные для других, а люди, которые явно страдают тяжелыми заболеваниями, инвалидностью тяжелой, они даже по подозрению в принятии каких-то препаратов отстраняются от паралимпийских игр. Это вообще не укладывается совершенно ни в какие рамки. Но это отдельная тема. Она не в повестке дня нашего сегодняшнего заседания, а вот то, что президент Кыргызстана провел такие достаточно масштабные и интересные, оказалось, соревнования, как Игорь Каченик, это очень здорово. Я вас поздравляю. Большое вам спасибо за это.